У меня появилось время, пока тут я перебрасываю одно с другого кое-что вам почитать кое-что вам почитать, кое-что вам разъяснить опять про тот же самый геморрой про оздоровительные средства, те же самые голодания и в частности знаете что сказать что вот бывает так, это очень часто бывает что вроде бы согласно логике, согласно науке должно вот это идти так, 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 так я уже об этом говорил но вот когда начинаешь заниматься реально то получается не всегда то, что написано соответствует действительности и очень много вопросов вот таких вот появляется относительно голодания, там сухого голодания что там эффективно, неэффективно ну и вот мне пришел такой вот, такой вот письмецо пишет его значит Мухаммед Али сухое голодание должно было решить эту проблему с раной то есть речь идет о том, что, о том, что я рассказывал про голод Нины что после того, как человек, значит, поголодал у нее появилась такая проблема, как геморрой и еще ранка и знаете, вот я как раз описал этот процесс и хорошо, что я его, как бы сказать, вот представил и вам рассказал, как, из-за чего это получилось а потом я получил письмо еще от самой Нины которая рассказала то, чего не было в предыдущем письме и как раз вот она рассказала, почему это появилось и вот сейчас мы, как бы сказать, вот это все сравним итак, сухое голодание должно было решить эту проблему с раной рана появилась, рана появилась не столько во время сухого голодания как она появилась в последующем вот здесь тоже надо как-то понимать да, голодание отлично залечивает разного рода раны но вот потом, вот потом, почему-то потом ничего нигде не высыхает ага, ничего нигде не высыхает я должен сказать, что на сухом голодании вот я сам голодал и, значит, как раз я буквально-таки после него, на следующий день, как я вышел я стрих ногти или во время него, значит, стрих ногти и я удивился, ногти были очень эластичные да, на голоде, вот именно на голоде и даже на сухом голоде организм, он нормализуется ну вот после голода, вот после голода что происходит? ничего нигде не высыхает а водное сорокадневное голодание очищает и никакого кала в кишках не будет вот это чисто теоретическое какое-то высказывание если бы я сам не голодал сорок дней и не выложил видео об этом что выходило, никакого кала не будет в кишках кала нету но выходит, вот именно выходит вот эта вот желчь выходят какие-то там лохмотья но это уже патология выходит и так далее желчь отходит постоянно оно постоянно отходит кишки в этот момент принимают эластичную форму и весь кишечник весь как будто в смазке будет не возражаю, может он и будет в смазке кишечник может он и будет в смазке но это опять таки вот как бы сказать теория теория, да, он должен восстанавливать сам себя отторгать но вот практика показывает несколько иное сорок дней я голодал и валило, и валило, и валило но это уже шлаки, которые выходили из каждой клеточки которые проходили через печень и в виде уже желчных вот этих вот шлаков они выделялись то есть шлаки из каждой клеточки они не могут, как бы сказать, напрямую попасть нам в кишечник они должны сначала попасть в кровь через лимфу кровь кровь естественно очищается печенкой он, образуется на основании этого желчные шлаки и вот это все выходит и это все выходит так, сухой голод должен был сжечь прижечь эту ранку и смазать ее ранка возникла, ну вот мы почитаем не на сухом голоде а после а сухой голод как раз сделал то, что вот эта вот желчь, которая постоянно выходит ну я повторяюсь, ну еще разок ладно повторю повторение, мать учения что она как, знаете, вот как цемент вот маленькие частички цемента которые смученные водой при высыхании дают вот такую вот, знаете каменюку бетон дают бетон то есть это это не на голоде а на выходе а голод как раз вот сделал, сухой голод сделал вот эту вот каловый камень и так как я тоже на сухую голодал и видел а как раз я, по-моему, знаете, как поголодал я сделал шанг-пракшала, ну буквально таки вот все вывал из себя и вступил в голодание там как раз где-то восьмисуточное примерно было ну примерно так и что? и когда я, значит, вот пошел в туалет я удивился ничего не было действительно в кишечнике а стул как пластилин знаете, как пластилин такая масса желтая значит, мономерная никаких там включений нету как раз вот она из желчных шлаков хорошо, что как-то все это вышло но стул был тугим стул был тугим но это, грубо говоря, пускай восемь дней сухого голода а дальше все это а там же сорок два дня был такой как бы сказать процесс во время которого все это высохло так и смазать и так, так, да сухость не должна была появиться в организме сухость в организме не должна была появиться но объясняю еще в ампуле прямой кишки что происходит происходит обезвоживание каловых масс они высыхают и чем дольше они там находятся тем больше они высыхают принимая и утрамбовываясь вот смотрите допустим в желчные шлаки как бы сказать поступили ну, грубо говоря в виде литра в виде литра они поступили жидкости и потом по мере всасывания они там превратились допустим всего лишь навсего грубо говоря там в 50 граммовый сухой остаток вот примерно вот такой вот и там остались а потом это же надо вывести сухость должна была появиться в организме да в организме она не появляется но вот зато появляется после голод действительно он все нормализует а вот после после вот начинаются такие вот проблемы так появляется идеальная эластичность на голоде да а потом что-то вот нету противоречим себе сами говорим чудеса сухого голодания вы игнорируете я отписывайтесь пожалуйста и правильно сделали а вот если вы поголодаете и получите такие же проблемы как у этих двух описанных случаев то я записал два описанных случая сначала у Нины которая вот это все проделала а потом пришло письмо это второе видео где мужчина как раз рассказал об этой проблеме такой же голод и так далее и так далее а вот если вы поголодаете и получите такие же проблемы как у этих двух описанных случаев знайте какой есть выход с уважением Мухаммед все беды мы получаем мы получаем от еды щелочную среду мы портим всей своей кислотностью в виде еды кипяченой воды и все болезни из-за этого мы инопланетяне которые идеально подходят муно-сыроедине остается разобраться что делать с поджелудочной железой которая предназначена переваривать вареную еду комментарии я на это делать не буду а вот как раз повторное письмо Нины которая более подробно описала что там она делала и что как там вышло что получилось и можете сравнить это с моим первым видео и так Геннадий Петрович дорогой благодарю вас надеюсь на скорое восстановление по вашим консультациям я перепробовал почти все что советовали для лечения в интернете намучилась но нету там должных знаний хорошо что не сделала операцию геморрой утих но трещина никак не заживала геморрой утих но трещина никак не заживала и я отважилась применить упали на урину так как нашла у вас рассказ о том как мучился мужчина вылечивший свищ утихший геморрой обострился с новой силой как чири сидеть не могла то есть вот именно упали на урина своей сухостью активировала все это да вот трещина могла пройти а геморрой наоборот мог но так как произошло вот это все это воспаление там грубо говоря новые трещины могли появиться ну давайте ладно читаем дальше сейчас легче делаю все как вы сказали то есть вот эти просто рекомендации как я сказал сейчас легче делаю все как вы сказали печень и кишечник чистила регулярно по вашим книгам целительной силы на протяжении 30 лет и почистила перед голоданием а теперь вот 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 на это обращаю внимание что я говорил и что было на самом деле первые 7 дней была на соках и чаях делала клизмы затем 7 дней сухие без клизм затем разбавленные соки 20% с противодой 7 дней с клизмами потом соки 40% 7 дней и клизмы через день далее соки чай с медом вода клизмы раз в два дня то есть вот эти все соки клизмы и так далее вернее так сказать соки что делали соки как раз они способствовали желчегонному эффекту особенно когда они идут с медом с медом вот то есть выделилось достаточное количество желчи в ее тонкий кишечник так 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 клизмы раз в два дня так после 7 сухих дней образовалась пробка которая привела к разрыву при клизмении о чем я говорил откуда это могла появиться пробка если были там клизмы так далее так далее я вам описал именно от того что выходила желчь еще разок вам говорю представляете себе цемент раствор цемента который высыхает 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 сначала вот если раствор знаете сделать ну не каше образное состояние а гораздо жиже вот буквально таки водный раствор сделать этого цемента по мере всасывания воды а особенно там на сухом голоде это еще идет более активно нежели в обычной жизни в ампуле в ампуле прямой кишки именно там происходит всасывание то все это обезвожилось и превратилось в каменюку еще разок показываю у каменюку можете еще разок там прослушать что она там делала значит после семи сухих дней образовалась пробка которая привела к разрыву при кризмении то есть проходила стужица она не выходила приходила стужица настолько вот это вот каловый этот камень получившийся из желча был большой что он свободно не проходил был большой и не эластичный вот обычно грубо говоря каловая масса она должна быть эластичной как паста раз под ваши так сказать просвет толстого кишечника и ануса подстроилась и вышла легко и просто а тут она а тут она она к разрыву при кризмении на 43 дни практик сорвалась на помидоры на 43 дни практик вопрос к Нине для чего это вы все делали для чего вы это все делали чтобы как-то понимать сорвалась на помидоры то есть а почему человек срывается на помидоры да потому что разбалансированные во время вот этого сорокадневного процесса организма особенно его жизненные принципы начинают через подсознание говорить вот мы хотим вот этого чтобы уравновешиваться мы хотим вот этого то есть хотят грубо говоря помидор на помидоры дали сыроедение питание как и до голодания но ужасно хотелось жирной малосоленой рыбы это говорит о том что в организме пропала эластичность и ему требовался материал в виде вот этого жира для того чтобы и белка кстати для того чтобы себя уравновесить то есть организм начинает действовать через чувство вкуса через вот такие потребности он начинает капать на сознание что это надо а мы думаем что мы вот 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 мы придерживаемся знаете вот грубо говоря мы мудрость организма которую он нам вот так вот показывает что ему надо стараемся игнорировать потому что мы прочитали что там сырое то есть пятое десятое оно очень полезно но результат вы видите какой я не против сыроедения но и как показывает практика этих сыроедов очень мало они там попробовали годик второй а те которые там 10 и 20 лет их вообще как динозавры они потому что это сложный процесс который надо контролировать который надо как бы сказать настроить и для этого надо особо как бы сказать и устремление иметь и конституцию для этого желательно иметь чтобы все это как бы все нормально было а остальные вот так вот пробуют получают вот такие результаты и острого перца острого перца Организм начал мерзнуть, поэтому хотелось перца для разогрева, это я уже говорю. Дальше вы знаете, еще раз благодарю вас от всего сердца и очень надеюсь выздороветь без четких инструкций нельзя в таких серьезных практиках. Потому что, допустим, была вот такая вот, как бы сказать, действительно инструкция, вот так вот, вот так вот действуйте, и у вас пойдут там процессы. Но это, как бы сказать, чисто теория, которая, как бы сказать, и возможно у какого-то человека она прошла. Но это не значит, что она пройдет у всех остальных. А он думает, что да, вот, 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 и получается вот, вот. Радость и счастье предстань вам и вашим близким. Доброго здоровьица. Я написал, надолго не исчезайте, через недельку опишите, что и как. И еще разок вам говорю, вот вы хотите, как бы сказать, в таких вот серьезных практиках добиться успеха. И я как раз оздоровление Эдуарда на спонсорской подписке в видео подробнейшем. Вот человек начал с того-то, получил то-то, то-то. Начались обострения, которые бы можно было бы, так сказать, сказать, вот тут Генка Малаховна советовал что-то такое. Смотри, у меня тут, у меня, я там, допустим, чищу там печень или что-то, что там. А у меня ступни ног покрылись там ужасной коростой, там чуть ли не говори, но на ногах. Вот это он тут мне там посоветовал. И как все это мы прошли, и голодание, и т.д., ноги стали нормальными. Ноги стали нормальными. Конечно, справиться с грибком не так-то просто. Он там может затаиться, может еще там. Но тем не менее, мы живем со своей собственной микрофлорой. В этой микрофлоре имеются разные бактерии там. И наша задача, наша задача, будем говорить, их просто-напросто держать под контролем, чтобы не было того, что они нас начали жрать. Потому что окружающая среда, она вот такая, хотим мы того или не хотим, все эти вирусы, микробы и паразиты постоянно залетают в наш организм с каждым вдохом. Просто где-то больше, где-то меньше. И в результате, вот она, как бы сказать, теория, была подтверждена практикой. Я на самом деле практик. И мне нужна теория для того, чтобы я лучше понял сам себя, что я делаю и как желательно делать. А практика это начинает подтверждать. И вот это взаимное сочетание теории и практики выливается в то, что ты чувствуешь, что ты прогрессируешь. Что тебе удобно и хорошо жить в своем теле. Вот о чем я говорю. Ну и наконец хочу заметить. Вот знаете, Ютуб со своими алгоритмами дело, конечно, хорошее. Хорошее там. Поднимает, опускает. Но, как показывает практика, это большая площадка для того, чтобы установить на ней павильончики и торговать. И с этой площадки, от этих павильончиков идет прибыль. И наплевать, что там вы там несете, о чем там говорите, что там показываете. Главная прибыль. И если вот этот павильончик, то бишь канал, не приносит прибыли, значит, на него просто-напросто перестают обращать внимание. И думаю, да когда же он тут сдохнет, чтобы он места там не занимал, ресурсы не занимал. Поэтому я обращаюсь к вам. Существует такое сарафанное радио. Если вы чувствуете, что это действительно польза. Особенно польза для тех людей, которые начали заниматься по каким-то там системам. И куда-то там вот они ушли в какую-то голыбь. И не знают, как из нее выплыть, вынырнуть. Вот я еще, пока я живой. И я могу сообразить, что с вами произошло. И как это ликвидировать. Рассказывайте об этом при случае там своим знакомым. Один говорит, я там занимаюсь тем-то, тем-то, тем-то. А вот там смотри на канале, там вот то-то, то-то рассказывает. То есть вот это сарафанное радио самое лучшее, самое полезное, которое приносит успех. А все остальное там умудряются люди, знаете, накрутить или еще. То есть используются разные технологии, которые на самом деле с реальностью, с полезностью никак не связаны. Они связаны с тем, чтобы за счет накрутки пошла больше реклама. И ему, значит, капнул там свой процент. Вот. Рассказывайте о канале. Вообще-то уникальное явление, когда вот я с вами-то сижу и делюсь вот этими знаниями. Рассказываю не просто там, что вы там заболели, какой вам там рецепт дать. А рассказываю о том, почему вы заболели, почему. Зная уже это, уже можно отбросить причины выздороветь. И как из этого выйти? И как из этого выйти? Субтитры сделал DimaTorzok